МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Серпухове торжественно отметили 80-летие образования ГАИ. Лучшие сотрудники и ветераны службы отмечены памятными медалями, благодарственными письмами и грамотами. В отделке ДТ из муниципального управления Серпуховское из года в год показывают стабильные и высокие результаты служебной деятельности. Кто незаконно продает спиртное? Участники рейда под названием «Антиалкоголь» проверили стационарные торговые объекты. Для любителей экстрима новый скейт-парк будет установлен в Комсомольском парке. 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции. В Серпухове 80-летие ГАИ торжественно отметили накануне. В городском театре собрались действующие сотрудники, ветераны службы, почетные гости. Подробности в нашем первом материале. Каждый день у Серпуховной ведут, чтобы был порядок на проспектах ДПС. Это воинокрум, законы, честь. ДПС служит здесь надежными ребятами. Почти 100 аттестованных сотрудников Серпуховского ГИБДД несут службу на дорогах города и района. Каждый день на трассы выезжают дежурные патрули, ведется разбор нарушений, регулярно находятся угнанные машины. Словом, службы инспекторы несут достойно. Поздравил сотрудников ДПС и ветеранов ГАИ куратор межмуниципального управления Серпуховское от главного управления МВД по Московской области. Мне поручено передать вам слова приветствия и поздравления и отметить, что отдел ГИБДД межмуниципального управления Серпуховское из года в год показывает стабильные и высокие результаты служебной деятельности, показывает, насколько сотрудники профессиональны и коллектив слажен. Отличившиеся инспекторы были отмечены благодарственными письмами замминистра МВД Главного управления по Московской области. Празднование 80-летия ГАИ России совпало с еще одной знаменательной датой уже непосредственно для ГИБДД Серпухова. 60 лет назад в нашем городе был впервые образован отдел безопасности дорожного движения. В этот торжественный день я хочу всех поздравить с этим замечательным профессиональным праздником. Пожелать вам всем и вашим близким здоровья, удачи, благополучия, надежного тыла за спиной. Всего-всего самого доброго и лучшего. На сцену музыкально-драматического театра были приглашены ветераны, прослужившие в ГИБДД десятки лет, в том числе и те, кто возглавлял ГАИ города в разные годы. Все они получили юбилейную медаль к 80-летию ДПС и памятные подарки. Инспекторов поздравил первый заместитель главы администрации Серпухова Алексей Воробьев. Сотрудникам Серпуховского отдела ГИБДД он передал поздравительный адрес главы города, а его начальнику Александру Шибаеву вручил знак отличия – князь Серпуховский Владимир Храбрый. Ваша служба играет большую роль в поддержании порядка в обществе и всегда остается трудной и напряженной. Выходя на службу и ночью, и днем, в дождь, снег, в зной, вы проявляете мужество, самоотверженность и профессионализм и выполняете задачи, которые поставлены перед вами в поддержании порядка и безопасности на дорогах нашего города, что в свою очередь вызывает особое уважение и слова благодарности со стороны администрации города, и жителей города Серпухова. Благодарственные письма главы города были вручены наиболее отличившимся сотрудникам ГАИ. В канун профессионального праздника ГИБДД Серпухова поздравили руководители других муниципальных образований Южного Подмосковья. Инспекторы получили заслуженные почетные грамоты и подарки. Отдельно благочинный церквей Серпуховского округа священник Игорь Чабан отметил тех, кто обеспечивал безопасность во время проведения православных праздников. В этот день сотрудники ГИБДД почтили минутой молчания своих друзей, коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дмитрий Большаков, Ольга Волкова, Новости ОТВ, Серпухов. В Серпухове ведутся регулярные проверки нестационарных торговых объектов. Они направлены на выявление и пресечение нарушений в сфере продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, полиция Серпухова совместно с администрацией города провела очередной рейд под кодовым названием «Антиалкоголь», в который отправилась и наша съемочная группа. Продуктовый киоск около дома номер 69-22 по улице Советской оказался первым в списке рейда «Антиалкоголь». Спиртным здесь не торгуют, правда, нарушения серьезные все же имеются. Палатка является нестационарным торговым объектом. До 6 июля она должна быть демонтирована. В противном случае земельный участок будет освобожден в принудительном порядке. А вот в палатке около остановки «Весенний» алкоголь, без разрешающих на то документов и лицензии, продали без лишних вопросов. Теперь придется платить штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Подействуют ли штрафы, покажет время и следующие рейды. А вот убытки нарушители понесут серьезные. Проверки нестационарных объектов на территории Серпухова сотрудники полиции совместно с администрацией города проводят регулярно. Также отрабатывается информация о незаконной торговле спиртным, поступившей от граждан. В ближайшие несколько месяцев ситуация с незаконной продажей алкоголя должна улучшиться. Ведь до конца этого года многие нестационарные торговые объекты, которые не имеют разрешительных документов на торговлю спиртным, будут демонтированы. Новый скейт-парк будет установлен в Комсомольском парке. На данный момент уже заасфальтировано основание для будущей конструкции, а сама скейт-площадка будет смонтирована в ближайшее время. По предварительным данным, ее приобретение и установка за счет средств городского бюджета должны занять не более двух недель. Площадка для занятий скейтбордингом, BMX и агрессивными роликами будет включать в себя фан-бокс с тумбой, два радиуса, флай-бокс, несколько ступенчатых и обычных боксов. Современный скейт-парк оснастят безопасным покрытием. Разместится он на большой площади, что позволит одновременно заниматься экстремальными видами спорта порядка 20 спортсменам. Скейтбордисты, велосипедисты и роллеры смогут оттачивать свое мастерство на множестве вариативных форм, тех самых, которые используются в профессиональных скейт-парках. Ранняя площадка для занятий этими экстремальными видами спорта находилась близ ДК России. Теперь, после необходимых реставрационных работ, она будет перенесена на стадион «Спартак». Таким образом, в городе будет две площадки для спортивного досуга активных серпуховичей. Напомним, что большие спортивные перемены ожидают также два стадиона «Старт» и «Спартак». Здесь установят хоккейные коробки, площадки для воркаута, а на стадионе «Старт» еще и уличные тренажеры. Появление новых спортивных площадок, в том числе таких экстремально спортивно-развлекательных, как скейт-парки, связано с особым вниманием, которое руководство области и города уделяет молодежной политике и вовлечению молодых серпуховичей в занятия физической культурой и спортом. Собственный кодекс Московской области об административных нарушениях, кратко КОАП, вступил в силу с 1 июля. Штрафы за административные правонарушения теперь увеличатся. В кодексе объединены нормы более чем 70 областных нормативно-правовых актов, скорректированы действия 11 областных законов и существенно увеличены меры административного воздействия. Самые крупные штрафы грозят коммунальщикам. За лужи площадью более 2 квадратных метров, препятствующие движению пешеходов и транспорта, юридическим лицам придется заплатить от 10 до 50 тысяч рублей. За некачественную уборку мест общественного пользования от 50 до 150 тысяч рублей. Штраф за отсутствие договора на вывоз мусора составляет 300 тысяч рублей. Согласно новому КОАП, за несоблюдение требований безопасности на детских площадках, за отсутствие информационного обеспечения, за непроведение регулярных осмотров будут также предусмотрены административные ответственности. Муфодоканал-сервис сообщает, что в ночь с 5 на 6 июля с 22 часов до окончания работ будет произведено отключение холодного водоснабжения в связи с проведением плановых работ по врезке для подключения станции обеззараживания питьевой воды ультрафиолетом. Работы проводятся в целях повышения качества питьевой воды. Администрация Муфодоканал-сервис приносит извинения за доставленные неудобства. И в завершение выпуска анонс. В день любви, семьи и верности 8 июля в Серпухове на территории Принарского парка состоится торжественное открытие памятника святым Петру и Февронии. Праздничная программа начнется в 15 часов. В гостей мероприятия ждет фестиваль с дегустацией блюд и напитков. Фольклорный калейдоскоп, свадебный вернисаж, цветочная галерея, интерактивные площадки и многое другое. Вход свободный. Приглашаются все желающие. А к этому часу это все новости, которые вы также можете посмотреть на официальном сайте администрации города и на сайте УТВ Серпухов. Напоминаем, что ваших сообщений мы ждем по телефону 128-101 на 128-151. С вами была Ирина Баракина. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова